Доча, просыпайся. Просыпайся, пора в школу. Просыпайся. Почему-то она не просыпается. Сейчас мы все узнаем. Посмотрим, чем она там занималась. Понятно? Опять ее любимый сериал на вкладке. Интересно, во сколько же не спать легла? Мадам? Мадам? Вставайте. Так, ладно, поищем ответов здесь. Так, что это она написала? Пожалуйста, поставьте лайк на это видео и напишите комментарий. Вам будет несложно, вам неприятно. Вы даже не представляете, как много это будет для меня значить. Мне очень важна ваша поддержка. Как трогательно. Так, а это что с уведомлением? Опять. Снова в ши. И снова у этой девочки. Всем родителям проверить состояние детей самостоятельно, если что неизмелительно обращаться за помощью. Сегодня объявлен мне учебный день. Повезло тебе. А, проснулась. Проснуло золото мое. Ну что, не знаю, поздравлять тебя или нет, но Анастасия Александровна написала, что у Ангелины снова вши, представляешь? И что она могла заразить всех остальных детей. Кстати, когда ты успела обклеить стакайбатик? Такие милые наклеечки. Ой, ты у меня такая умница. Ну что, Соня за Соню во сколько ты легла спать? Обалдеть. Обалдеть. Еще пару таких случаев. Я просто начну собирать айпад на ночь. Здоровый сон в твоем возрасте очень важен. Тихо. Сейчас будем проверять тебя на вши. Срочно. Потому что, если что, нам будет время хотя бы что-то предпринять. Ничего, это не долго. Минут 15-20. Мало ли что. Зато потом будешь сидеть на карантине. Так. Хорошо. Я помню, что в прошлый раз мы тебя уже проверяли. Так что я все умею делать. Для начала давай возьмем твою любимую расческу с запахом клубники. В мое время, кстати, не было расчесок клубничных. Так классно, что сейчас у молодежи всякие разные гаджеты, аксессуары. Не знаю, хотелось бы мне этого или нет. Я благодарна за таки детство, которое у меня было. Так. Немножечко, так вот, так вот, так вот. Сейчас я чуть чешу. Не больно? Это просто для того, чтобы мне удобнее было смотреть кожу головы. Это массажная расческа, она еще улучшает кровообращение. Я ее специально тебе купила. Я же знаю, что я перебежу все. Ну как, приятный массажик с утра? Так. Да. Далее мы возьмем с тобой вот такой спрей. Мятный. Для того, чтобы было еще более удобно все осматривать. Помимо, кстати, удобства он еще хорошо освежает и питает кожу головы. Вкусно пахнет, да? Мне кажется, каким-то парфюмом. У нас его совсем немножко осталось. Видимо, Ангелина не собирается переводиться из вашей школы, так что, скорее всего, придется приобрести вторую баночку. Смотри, у меня есть вот такая вот расческа специально. С ангелическим наконечником. Будем делить тебе волосы на проборы. И смотреть. Так. Так вкусно пахнет у тебя теперь волосики. Как дела в школе? Рассказывай. Как там твои подруги? Лена и Катя? Как у нее дела? Как у нее дела? Лена и Катя? Как у нее дела? Ого. Это когда будет? Я даже не знаю, экскурсии. Это теперь под вопросом. Если Ангелина всех перезаражала. Ну ты знаешь, я хочу тебя обрадовать, пока что я ничего не вижу, но может быть я плохо посмотрела. Хорошо, здесь я ничего не нашла, у меня есть еще вот такая расческа. Который можно пройтись еще раз, зачесать вот так вот все волосики назад, зачесать вот так вот все волосики назад. Чтобы опять же было удобнее смотреть. Так, послушай, если у тебя нет шеи, а судя по всему у тебя их нет, я предлагаю тебе после осмотра пойти позавтракать в твою любимую кофейню, взять по кусочку штруделя, отпраздновать это дело, а потом пойти на швы. Судя по всему, на этот раз с разницей кто-то другой, кроме самой Ангелины. У меня вот есть два спрея. У меня вот есть два спрея. Это как приятный бонус за то, что разрешила мне проверить. Этот пахнет клубничкой, а этот пахнет цветочками. Какой возьмем? Клубничный. Знаешь, что у меня для тебя есть? Я купила тебе несколько массажеров для кожи головы. Во-первых, вот такой вот массажер. Я купила себе и тебе. Он массирует кожу головы. И из-за того, что он массирует как бы кожу головы, улучшается кровоснабжение. Приятно? Так. Можешь даже закрыть глазки, расслабиться. Я сама обожаю эту процедуру. Наношу себе какое-нибудь ароматное масло. И каждый-каждый вечер массирую. Что-то у меня волосы стали подвыпадать. А что-то из всех. Как это? Какие-то из это. Как хорошо пошить? В следующий раз. Их бы см dias все-конечно никогда. Ост ח Solutions Какая тебе одежда нужна, ты говорила, что-то на весну, что-то чувствуете. Нет, я не буду лезть со своими советами. Подростки лучше знают, что им нужно. Несмотря на то, что я все это покупаю на синтезе, и, конечно, даже если мне не сильно понравился твой выбор, я его привык, потому что, в первую очередь, покупаю одежду того, чтобы она нравилась тебе. Я заметила у тебя, кстати, после окрашивания в розовой кончики стали суховаты. Давай-ка мы с тобой возьмем вот такую увлажнялку я сама ей пользуюсь. Но у меня, как ты знаешь, волосы не окрашенные, все равно сухие, да? Что уж говорить про окрашенные, обесцвеченные волосы, правильно? Вот, смотри, разглаживающий крем для волос. Легкий проходистый крем, мгновенно впитывается, разглаживает кутикулу, делая волосы эластичными, защищает волосы от сухости и ломкости. Комплекс керамидов. Нанести на влажные, сухие волосы не смывать. Так, давай вот так вот на кончике тебе, да? Ох, пахнет, кстати. Пахнет кокосом. Пахнет кокосиком. Так, давай. Немножечко тебе концы, да, смажем. Сейчас уже почти закончили. Не сердись на маму, я вошла во вкус все-таки. Какие же у тебя красивые волосы, знаешь? Я сама всегда о таких мечтала, но у меня никогда таких не было. Это значит, если бы я обесцветила волосы, они бы все отвалились. А учитывая, что они не крашены и так отваливаются, то вообще. Кстати, вчера я была в магазине и подумала о том, что ты со школы постоянно приходишь уставшая. А я даже не знаю, как тебе помочь, как тебя расслабить. Поэтому я купила вот другую вот массажер-чесалку. Я увидела какое-то видео, где человеку массируют волосы вот этой чесалкой. Ему очень понравилось. Можешь пока прикрыть глазки. Ну как? Нравится? Блаженство, скажи. Почему-то у меня никогда такой чесалки не было. Хотя они уже очень давно популярны. Так, дай-ка я себе тоже сделаю. Невероятно. Класс. Я думаю, у нас в семье это теперь будет любимая штука. Ой, растребалась немножко. Сейчас тоже причешусь. Не хочу. Лохматая ходить. Ты знаешь, кстати, что? Я в чате в WhatsApp, когда у вас была прошлая эпидемия в шее, общалась с другими мамами, и они говорили про одну пудру. Защитную, которую можно нанести и вообще не бояться. Да, это как профилактика. То есть это не лечение уже существующих в шее. Это как профилактика. Я подумала, что Ангелине нельзя доверять. И купила тоже такую вот пудру. фиксинг-паудер она называется, видишь? Фиксинг-паудер. Она такая беленькая, без запаха. Так что можешь не переживать. Здесь уже была опуховка, но я купила новую специально для тебя. Вот этой вот пудрочкой. Так вот нужно пройтись. По корням волос и кожи головы. Так, еще возьмем. Чтобы обеспечить защиту. Чтобы обеспечить защиту. КИККС-ВСКОМ-КИЧАНСКОМ. Я хочу забраться, чтобы обеспечить пумбину. Укбираем серый забор. Задбукт-пумбинар. Хотел сестра. Для меня безpeads. Полюбинар Какова. ДОВДДАТЬ-ВДДАТЬ НЕПЛАТЬ НЕПЛАТЬ НЕПЛАТЬ. Да, это у меня уже живот вручет. Прошу прощения за урчащий живот, но ничего не могу с этим сделать. Решила сразу пойти тебя будить, я прям как чувствовала материнское сердце, что ты без меня не проснешься. Можно даже его там чуть-чуть повтирать, кстати, почему я об этом не надумалась. Не переживай, она не шурнит. Так. Давай немножко массируем тебе кожу. Так. Чтобы ты немного всмотрелась. Во Bin Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...